Иван Фёдорович Стрельцов инвалид по зрению и слуху. В свои 88 участник Великой Отечественной войны, несмотря ни на что, жизнерадостный и очень общительный. В фонд социального страхования он пришёл, чтобы получить противоскользящую трость. Вот вам тросточка. Регулируется она у вас. О, большое спасибо. Да, как вам будет удобно. Да, давайте, пробуйте. Филиал номер 42 Фонда социального страхования с 1 января этого года занимается обеспечением инвалидов техническими средствами реабилитации за счёт федерального бюджета. Раньше это была задача управления социальной защитой района. 389 дел на обеспечение техническими средствами реабилитации, которые не были закрыты нашим управлением социальной защиты. Вот, где-то обеспечение ортопедическими изделиями 783 штуки. И 294 заявления на обеспечение выплату компенсации за самостоятельно приобретённые технические средства реабилитации и протезно-ортопедические изделия. К сожалению, недостаток информации сыграл свою роль. Немногие люди с ограниченными возможностями здоровья знали о новом порядке, что создало определённые проблемы. Первое время обзванивали, кому-то можем дозвониться, кому-то не дозвонили, чтобы люди приходили, переписывали заявления, приносили документы в обязательном порядке. Это прописано административным регламентом. Заявление необходимо написать группам граждан, кто приобрёл технические средства реабилитации на собственные средства. С апреля началась выплата компенсаций, которую планируется завершить до конца года. На сегодняшний день мы уже выплатили 8 миллионов 300 тысяч. То есть погасили где-то, ну не полностью, но погасили тех, кто написал рано заявление. Мы погасили задолженность управления социальной защитой и по домой, и по другому району. Но кто-то остался, потому что поздно пришли и написали заявление. Технические средства закупаются фондом социального страхования на основании контрактов с поставщиками, которые заключаются после выигранных ими тендеров. Перед тем, как инвалиду получить всё необходимое, будь то абсорбирующее бельё, костыли, протезы, ходунки или трости, сначала нужно пройти медико-социальную экспертизу. На настоящий момент пункт выдачи находится в Домодедове. Наталья Буслаева, Алексей Ильин, Екатерина Чернышёва, Видное ТВ.